Всем привет дорогие друзья, с вами First One и это видео посвящено игре Революция или по старинке битвы за трон ВКонтакте. Итак друзья, что у нас новенького? Ну во-первых я уже поставил на улучшение замок, улучшаются у нас и остальные строения, по маленькому я прокачал стены, все пушки на максимуме, осталось улучшать нам только амбары, всякие досклады, больше ничего я не улучшаю, всякие мельницы и шахты я уже давно перестал улучшать, они у меня и так довольно высокого уровня, чем приманивают ко мне врагов. Ну и что хотелось бы сказать, что замок я довольно долго не улучшал, потому что все-таки, знаете, тут же есть небольшой штраф, то есть игроки более высокого уровня, нападая на меня, получают штраф. Они могут награбить у меня меньше ресурсов, а я у них больше. Ну вот теперь я расту, будет больше нападений, наверное, от врагов, но будем надеяться, будем развивать нашу базу, а то она уже как-то слаба для противников. И у нас скопилось тут несколько нападений на нас, некоторые из них мстили мне, некоторые наоборот, находили меня сами. Ну давайте посмотрим и попробуем кому-нибудь отомстить. Смотрите, какие энты красные, у меня таких еще нету, 20 призраков. Слушайте, 3 энта, 20 призраков и герои, 5 молний, ну неплохо, давайте посмотрим. Видать, какие-то очень мощные энты. Вообще, если бы на меня нападал противник моего уровня, я бы сказал, что 3 энта и 20 призраков это мало. Так, вот призраки умерли, выходят герои. Один пятого, другой восьмого уровня. Так, ну тут у нас шпили должны этого орла снести. Выходит еще один герой пятого уровня. Так, а, вот еще призраки побежали. Да, и все-таки сносят нам огненную вышку. Видно, враг подождал, пока энты отвлекли на себя ее огонь. Ну и теперь нас уже ничто не спасет. Ладно, завершаем, возвращаемся домой. Давайте посмотрим, сможем ли мы ему отомстить. Вообще, тут некоторые враги вот остались. По-моему, вот этого мы наказать не можем, да? Да, это мститель. Можем только посмотреть, 5 энтов и 60 орлов. Ммм, странно, враг высадил энтов в одном месте. Это, ну, я бы сказал, не очень мудро, потому что сейчас огненная башня будет накрывать сразу всех троих, по-моему. Она же бьет по площади. Так, летят орлы, их уже шпили помаленьку дамажит. Сейчас они подойдут поближе, их будут бить уже зекураты. Ну, враг неосмотрительно, по-моему, не применял магию. Тогда бы у него что-то еще могло получиться. Морозим, морозим энтов на подходе. Они, конечно, толстые, но, тем не менее, пробиваются. И тут еще вражеский стрелок следом хочет снести нашу огненную башню. Его, правда, тут пушка накрывала, но нет, остановилась. И вражеский стрелок спокойно колупает нашу базу. У него на это 20 секунд. Не знаю, не видно, сколько у нее здоровья, успеет он или нет. Ладно, не будем заморачиваться. Давайте посмотрим и так. Было 70%, а в итоге 79 и 2 звезды. Значит, успел. Ну, ладно, мы ему все равно не можем его наказать. Да, это вот тебя мы смотрели. Тебя мы наказать не можем. Значит, надо это удалить, чтобы глаза не мозоило. И вот этому парню, который использовал 80 орлов, мы вроде тоже не можем отомстить. 80 орлов 89%. Ну, ладно, удалим сразу, не будем смотреть. А вот этому парню попробуем. Так, ты тоже мститель. Да кому же мы мстить-то будем? Все мстят только нам. Вот парень использовал 10 энтов, 40 магов, снес 66 процентов. Давайте посмотрим. Пошли энты. Сразу такой грядкой, ровным строем. И все с одной стороны. Знаете, не назвал бы этот вариант тактически верным. Ну, вот почему бы не назвал, потому что все-таки энты довольно медленные. Чтобы им дойти до какого-то додалека, это долго. Тем более, они вот сейчас собираются все в одну кучу. Их накрывает сразу зекурат, и сразу огненная башня бьет всех этих энтов одновременно. То есть, в поддержке к энтам идут маги. Маги бегают быстрее энтов. То есть, если он хочет их высаживать здесь, то они бы всегда... Ну, в общем, неверный этот вариант. Так, вот последний энт догорает. Используется еще немного враг магов на южном направлении. Их тут никакие пушки не достают. Они спокойно колупают нашу вот казну. Да, у нас, кстати, вот здесь вот казна и амбар, они почти неприкрытые стоят. Надо с этим что-то делать. Но сейчас у нас замок, когда будет уже следующего уровня, будем смотреть и думать, как мы будем перестраивать базу. Пока что об этом рано заморачиваться. Вот такая вот была атака врага. Давайте хотя бы... Ну, тебе-то мы сможем отомстить. Давайте. Ну вот, наконец-то, первый человек, которому мы можем отомстить. Причем у него, не сказать, что сильная база. Одна башня огня второго уровня и три пушки. Так, давайте даже, может быть, с фаербола сюда запустим. Такой хороший пятачок. Этот зекурат снесем. Ну и, наверное, все-таки вот этот придется сносить. Правда, придется две молнии потратить. Ну а теперь пойдем энтами. Так, энты у нас пойдут здесь, здесь, здесь. Один здесь. Здесь, здесь, здесь. И вот здесь. Тут у нас будет гном-пушкарь. Так, хорошо бы вот здесь магами прорваться и все эти пушки побыстрее снести вражеские. Так, вот маги заходят внутрь. Надо уже свежую партию им в подмогу. Все, все пушки врага снесли. У врагов остается только огненная башня. Но она тоже может нам тут делов устроить. Ну вот и все. Можно сказать, стопроцентная победа. Четыре секунды и мы успеваем. Получаем миллион двести золотых, миллион двести хлеба и восемнадцать боевого духа. Боевого духа, правда, дает немного. Я даже, знаете, ребят, маленько удивлялся. Не знаю, как тут идет распределение, но дело в том, что на меня нападал, знаете, мощный враг большого уровня, у которого есть сильные пушки, таких которых у меня нет. В общем, у него уровень главного здания, уровень его замка был выше, чем у меня. И он снес мне сто процентов. При этом там украл, ну, я не знаю, ну, допустим, двадцать шесть боевого духа. Я ему отомстил, снес те же самые сто процентов, но мне почему-то за это дали меньше боевого духа. Не знаю, от чего это зависит. Наверное, все-таки не от уровня прокачки, а именно от количества боевого духа у тебя и у врага. От разницы, наверное, зависит, сколько кто получит при победе. В общем, наверное, чем больше у тебя боевого духа, тем сложнее набивать новый. Так, нужны маги. Штучек так, тридцать. Ну и здесь тоже тридцать магов. Через два часа будут готовы новые войска, ну а мы пока что будем тратить заработанные деньги на улучшение стен. Так, ну вот и все. Долго тратить не пришлось. Больше у нас золотых нету, правда, мы как-то тут маленько смазали. Ну ладно, потом мы эту брешь заделаем. Ну что ж, друзья, увидимся через пару часов для меня и через пару секунд для вас. Итак, друзья, у нас готовы войска, и как видите, у нас восстанавливаются тут здания, бараки, стены восстанавливались. Дело в том, что на нас опять нападали противники. Вот они валяются кости. Давайте соберем. Итак, сейчас соберем доходы с наших зданий, с наших мельниц и наших золотых рудников, и посмотрим, кто же на нас все-таки нападал. Итак, нашим обидчиком был Винтерфелл. Смотрите-ка, сам Винтерфелл на нас напал. 63 процента, ну не самый лучший результат, нападали драконами, орлами и героями. Но героев тут много, даже король проклятых есть. Давайте посмотрим. Просто армия героев на нас какая-то нападала. Враг не использовал заклинаний, чтобы снести нам зекураты или хотя бы шпили, или какие-нибудь орудия, поэтому его орлы довольно быстро полегли. Вот вылетают еще драконы и целые орава героев. Еще парочка драконов высаживается на севере, но их тоже, я думаю, шпилем быстро снесет. Да, вот герои все-таки опасные противники, они неплохой урон сносят даже без войск. Итак, 63 процента. Хотел бы я тоже уже поднакопить на армию героев, но мне все не дают. Вот никак я не могу даже добраться до 900 боевого духа, не говоря уже о 1000. И я думаю, долго, долго мы еще будем стараться и пытаться набрать. Так, ну и давайте заодно посмотрим атаку агрессора. 50 магов, 32 тролля, пара героев и 5 молний. Давайте посмотрим. Так, молнии сносят мне башню огня и сносят один из зеккуратов. Пошли огры. Как-то кучками по трое. Ну хорошо, что кучкой, в кучку хотя бы пушка сразу всех бьет. Так, ну вот что-то огры ходят, а маги не появляются. Вот, пошли маги, пошел герой вражеский. Два героя с разных сторон. Вот некоторые герои танкуют не хуже энтов. Ну вот и все, гном тут еще творит что-то, но его закидывают наши пушки. Возвращаемся домой и давайте уже, наверное, начнем кому-то мстить. Например, вот этому парню. Будем надеяться, что у него при всем при этом еще и ресурсов достаточно. Итак, у него есть башня огня, два зеккурата и, в принципе, все его строения не особо-то и опасны. Что ж, давайте нападать игрок под протекцией. Ну что ж, протекция тебя уберегла, но это лишь на время. Мы еще его подлоим. А как насчет тебя? Так, у него база выглядит пострашнее. Тут две башни огня третьего уровня. Итак, с какого угла зайдем? Можно снизу заходить. Здесь, в принципе, золотая казна. Не важно. Снесем парню зеккураты. Ударим куда-нибудь с фаербола. Ну, почему бы вот и не сюда. Сразу заденем пять пушек. И пошли энты. Парочка на югах. Даже троечка здесь кого-нибудь. И по северу у нас пойдут. В общем, со всех направлений пойдем. Гном с этого угла. Теперь маги везде. И тут еще seguи. Парочка на югах. Так, надо было вот сюда побольше магов направить, тут еще золотые призки у врага были, хотя в них ничего нету, у него только 210 тысяч хлеба осталось. Вот, маги напоследок снесли башню огня, но тем не менее 100% победы у нас не получилось, 74% это всего лишь одна звезда, миллион золота и 18 боевого духа. Да, не получилось полноценно отомстить нашему врагу, но мы заработали немного денег и можем продолжить прокачку наших стен. Так, вот здесь у нас была дыра небольшая, да, ну давайте вот здесь расширим и у нас есть еще средства, чтобы улучшить какую-нибудь одну из стен. Ну давайте, пожалуй, начнем где-нибудь вот здесь еще, позже продолжим, но пока что наметим. Создадим, как обычно, 4 молнии, 1 метеор и закажем войска. Ну вот и все, когда войска будут готовы, мы снова будем мстить и снова увидимся. Итак, друзья, прошло какое-то время, у нас готовы новые войска, сейчас мы опять будем пытаться кому-нибудь мстить и, как видите, тут повсюду кости на меня опять нападали. На меня на самом деле нападают без остановки, вот постоянно кто-нибудь нападает. Я даже часто не успеваю всем отомстить, как нападает кто-нибудь еще. У нас есть 500 золотых, значит, можем где-нибудь еще какую-нибудь стену поставить на улучшение. Так, а что касается амбаров, у нас только вот один девятого уровня и один будет чуть позже. Сколько стоит вас прокачать? Миллион восемьсот. Ну ладно, этим мы займемся позже. Пока что стены. Ну и давайте посмотрим, кто на нас нападал. Нападал на нас Николай из клана Северная. 87% базы снес, использовал 6 энтов и 60 магов, да еще и 8 орлов. Давайте посмотрим. Так, тихо, размеренно, не торопясь, нескольких энтов высадились на юге. Я даже не знаю, сколько в этой кучке трое, больше. И по чуть-чуть добавляются маги. Тут по бокам просто высаживаются маги, чтобы снести то, что плохо стоит. Выходит герой после сломанной стены. Так, а магов мы оттягиваем на юг, к шахте. Ребят тут и зеккураты бьют, и огненная башня. Они почти вплотную подошли к нашим постройкам, но мы их не можем остановить. На севере появляются орлы, но их сейчас быстро шпиль остановит. Так, ну вот, вражеские маги начинают бить наш замок, и, к сожалению, им это удалось. И на этом вся атака врага. Ну ладно, возвращаемся домой. Враг украл у нас немного, всего лишь 100 тысяч золота и сколько-то там хлеба, даже не успел обратить. Внимание, давайте теперь будем мстить. Мстить, наверное, будем для начала агрессору. Мы его в прошлый раз, кажется, не застали в онлайне. Точнее, не могли ему отомстить. Итак, на этот раз, надеюсь, у нас получится. Снесем парню зекураты. Куда-нибудь шмальнем огненный мяч. Давайте вот так, наверное. И пора высаживать энтов. Так, ну вот и все. Я всех высадил, теперь остается только смотреть, как наши ребята будут справляться или не справляться. Ну, по-моему, все отлично. Думаю, 100% нам тут обеспечено. Остается у врага только последняя пушка, а наших войск тут немерено. Получаем 3 звезды и совсем немного 15 боевого духа. Но зато, помимо этого, у нас теперь миллион 300 золотых. Это значит, что мы сможем улучшить 3 стены. Так, ну где будем расширяться? А давайте вот здесь улучшим. У нас будет такая уже монолитная стена, большая. Также закажем новые небесные молнии и новые огненные метеоры. Закажу еще войска, но вот атаки уже будем производить в следующих видео. А у меня на этом все. С вами был 11-1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok